Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжит новости в студии Джамиля Шарипова. Сегодня страна отмечает День защитника Отечества. Дата выбрана не случайно. В этот день в 1918 году состоялся первый бой Красной Армии с германскими войсками. 23 февраля принято поздравлять защитников Отечества. Памятную дату отмечает и пограничная служба ФСБ России по Дагестану. На заставе Бильбиль Казмоляр побывал наш корреспондент Камиль Девятов. Ему слово. На границе тучи ходят хмуро. Фраза крылатая, но не совсем подходящая для этой местности. В Юждаге климат мягкий, не суровый. Сама застава находится в Самурском лесу. За колючей проволокой соседний Азербайджан. На первый взгляд служба может показаться несложной, но это граница. Здесь легких прогулок просто-напросто не бывает. Южные рубежи страны охраняют профессионалы своего дела, а помогают им в этом местные жители. Юсуф Акимов живет в селе Бильбиль и состоит в отряде добровольных народных дружинников. В основном летнее время, да, действительно приезжают к нам отдыхающие, посмотреть, посетить Самурские лианы в лес. Совместно в этот момент, в основном напряженный момент такой летнее время, с сотрудниками пограничной службы, значит, ведем с ними профилактическую работу, чтобы не нарушали пограничный режим на этой территории. На случай в нештатной ситуации на заставе есть тревожная группа быстрого реагирования. Попытка незаконного перехода границы, провоз оружия вмиг пресекаются. Технические средства охраны фиксируют движение. Затем моментально сигнал поступает на заставу. Дежурный поднимает тревогу. Дежурный подделение. Понял. Есть. По легенде, в пограничную зону проник нарушитель. Команда в ружье, и на поиски преступника выезжает наряд пограничников. Обнаружены признаки противоправной деятельности. Нарушение государственной границы. Вес нарушителя около 80 килограмм. Размер обуви 40-42. Помимо сотрудников на заставе также служит и разысная овчарка. Незаменимый участник наряда. Собака берет след нарушителя и дело за малым. Догнать, обезвредить и задержать. Наше подразделение выполняет задачи по охране государственной границы Российской Федерации. Выполняем достаточно эффективно. Так что за последние три года нарушение государственной границы не допущено. Последняя попытка нарушения государственной границы была в 2016 году иностранным гражданином. Данный гражданин, подойдя к нашему рубежу инженерно-технических сооружений, подошел, не смог его преодолеть и был задержан на обратном пути пограничным нарядом. Со своими семьями на заставу приезжают служить многие военнослужащие пограничного управления ФСБ. Жены, дети пограничников всегда рядом. Семья Умаровых живет на заставе. Пока муж на страже рубежей родины, его супруга, как и полагается в Дагестанке, бережет очаг, хранит тепло в доме, занимается воспитанием сына и двух дочерей. Я живу здесь со своей семьей, со своим мужем, поддерживаю его. Детям здесь нравится. Тут воздух свежий, лес кругом. Праздничный стол 23 февраля в кругу семьи. Дети не отпускают отца ни на минуту. Герой нашего сюжета никогда не сомневался в выборе профессии. И несмотря на тяжелые будни, дома он забывает о всех трудностях службы. По службе что могу сказать? Не сложно служить, когда семья рядом. Условия благоприятные. Не, я вам скажу, я до этого жил без семьи, семья жила отдельно, короче, как я уже стал здесь старшиной. Я привез семью сюда. И мне, да, с семьей очень легко служить. Общая протяженность государственной границы России составляет 60 932 километра. И сотрудники пограничной службы ФСБ России ежедневно несут тяжелую службу, защищая рубежи Родины. Камиль Девятов, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Магарамхенский район. Герой нашего следующего сюжета – военнослужащий, участник афганской войны. Отслужив, как сейчас принято говорить, в горячей точке, он вернулся на родину и продолжил службу уже в рядах МВД. Хадижа Курбанова, продолжение темы. Он был тогда еще совсем молодым. Отличник в учебе, только поступивший в ВУЗ, уже строил свои планы на будущее. Но не всегда случается так, как мы того хотим. Его призвали в ряды вооруженных сил СССР на афганскую войну, сразу после первого курса. Не отдать долг отчизне тогда еще юноша не мог. Признается, было страшно, но несложно. Спасала хорошая подготовка. Наверное, было намного тяжелее в этой учебной части, в этих тренировках. Бессонные ночи, марш-проски, нагрузки. А на войне, на войне, это, конечно, стрелять живого человека, это непросто. Единственное, одно спасало, если ты в него сам не выстрелишь, но он может тебя выстрелить. Страшно было, да, было. Прямо скажу. Человек, который не боится, это только, может быть, он сегодня отстал или умолещенный. Уезжал еще юноша, а вернулся совсем другим человеком. В провинции Кантагар, в тылу противника, он находился год и семь месяцев. Было много потерь. Ужасы войны ему довелось увидеть совсем молодым. Но мужчина ни о чем не жалеет. Это большой жизненный опыт, признается Магомед. Приходилось, конечно, нет-нет, когда остаешься один или с друзьями, обсуждали о родных и близких. Вернемся, 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 давай, вернемся, еще как вернемся. А может, там нет. Ну, были всякие мысли, но больше мысли было, что мы живыми, здоровыми вернемся, что это наша служба, два года это не так много. И тем более, одно как бы стимулировало, то, что ты служишь в спецназе, и воин, ты здоровый, ты должен показать пример другим. Спустя какое-то время его наградили. Еще позже пригласили работать в МВД. Сейчас он перебирает армейские фотографии с улыбкой и грустью. Признается, что чаще вспоминает хорошее. Так легче дальше жить и работать. Хадижа Курбанова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. Мужественных и отважных поздравляли также и в Дзербенте. Грамотами отметили пожарных, проявивших мужество и слаженную оперативную работу во время борьбы с огнем, который вспыхнул в начале января на улице Дагестанской стрелковой дивизии. Действия спасателей помогли избежать жертв и пострадавших среди горожан. Огнеборцам были вручены почетные грамоты за добросовестный труд, профессионализм при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. Чемпионаты и первенства Дагестана по всестильному карате прошел сегодня в спорткомплексе автомобильно-дорожного колледжа. Более 500 спортсменов из разных уголков республики состязались в различных дисциплинах, проявляя силу духа, спортивный азарт, демонстрируя скорость и быстроту реакции. Яркие и бескомпромиссные поединки не оставили равнодушными даже болельщиков. Турнир стал еще одним этапом на пути дагестанских каратистов. По словам организаторов, этот вид спорта в республике с каждым годом становится все более популярным. Карате официально входит, уже хотят вести как олимпийский вид спорта. Но это все стилево, это чуть-чуть оно отличается, конечно, от карате, но тем не менее очень интересный спорт. То, что нравится нашим молодежи, нашим мальчикам, нашим юношам. И пусть, я уверен, что чем больше наших мальчиков, наши молодые ребята будут вовлечены в спорт, они уверены, что они будут больше принести в пользу для себя, в первую очередь, для нашего Дагестана, для нашей спортивной общественности республики. Отметим, что победители и призеры регионального этапа будут представлять Дагестан на всероссийском турнире, который пройдет с 28 марта по 1 апреля в городе Орел. Это была вся информация на сегодня. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»